Здравствуйте, с вами канал Вкусной Огород Барнаул. Вчера была убрана первая грядка лука, сорт Штутгартен Ризен. И сегодня продолжаем уборку. Будем убирать лук Шитана, вот эта грядочка. И грядочка поменьше, красный лук Кармен. Каждый сезон при уборке лука повторяется одна и та же история. Очень многие огородники, несмотря на мои объяснения, выражают недоумение и даже возмущение тем, что я убираю лук так рано. А именно, когда ботва у него еще зеленая. Некоторые пишут, что лук должен обязательно лечь, или ботва должна полностью засохнуть, ну и так далее. Я пояснял, что дело в том, что условия в разных регионах сильно отличаются друг от друга. И дело в том, что где-то может быть это и правильно, подождать с уборкой лука некоторое время. Но у нас это делать нельзя по той простой причине, что очень сильные прошли дожди, очень сыро. Даже сейчас земля еще сырая, плюс начались уже ночные холода. Ночью температура градусов 6-7, точно я не замерял, но когда выходишь в 6 утра, изо рта идет пар. Плюс очень обильные росы. Такая роса, что ощущение, будто прошел дождик. Это все, конечно, сказывается не в лучшую сторону на состоянии луковок. Они часто подвергаются воздействию различной гнили. И убираю лук, как правило, с ботвой. Или когда ботва только-только начинает подсыхать. А сейчас уже видно, что в значительной части ботва уже высохла. Ну хотя еще есть зеленое перо. Много лет делаю именно так. И лук убранный вместе вот с такой зеленой ботвой. Он прекрасно досушивается. И хранится потом отлично. Неоднократно показывал, как лук лежит до июня месяца. И даже позже, если его не израсходовали. То есть луковицы формируются очень хорошо. И хранится такой лук тоже неплохо. Но такие вот высказывания многих огородников требуют к себе внимания. Я отвечаю, что условия везде разные. И сроки уборки лука тоже очень сильно отличаются. И красный лук вот примерно в таком же состоянии. Луковицы полностью готовы. И чтобы не было гнилий, тоже будем убирать. Плюс несколько луковиц, которые я обнаружил уже со следами порчи. Тоже конечно подвигают к тому, что не тянуть с уборкой. Чего и делать мы не будем. И сейчас лук убираем. Сушиться он будет в кладовке. Там сквознячок. Кто сомневается в этом, давайте потом вернемся к этому разговору где-нибудь ближе к весне. И посмотрим, какая сохранность у этого лука получится. Ну а уборка чеснока после тщательного осмотра его головок и растений в целом. Все-таки отложена на несколько дней. Дело в том, что еще и стрелки не распрямились. Это признак готовности к уборке чеснока. Беру еще в значительной части. Зеленая. И самое главное, в целом чеснок выглядит намного более здоровым, чем лук. Поэтому даже роса на него негативного воздействия, такого сильного не оказывает. Хотя головки чеснока тоже практически сформировались несколько дней с уборкой под дождем. Ну а чтобы холодные росы не очень вредили луку, перед уборкой грядочки лука укрывали на ночь специальным нетканым полотном. Полосы этого полотна используются для укрытия клубники. И вот для лука тоже это укрытие не помешает. Значительная часть росы оказывается на полотне. И лук мокнет не так сильно. Хотя все равно откладывать уборку мы не планируем. Итак, лук шитана убран. И теперь можно тщательно рассмотреть, какие выросли луковки. Вот так выглядит лук шитана. В отличие от сорта Штутгарт энд Ризен, здесь луковицы более округлые. И в целом видно, что размер луковиц примерно такой же, как у лука Штутгарт энд Ризен. Особо крупных луковиц нету. В основном луковки средние. Но это в сущности очень неплохо. Такие луковицы удобно использовать. Особо подчеркну, что луковицы, которые имеют малейшие признаки повреждения, гнилями, при уборке откладываем в сторону. Они будут положены в специальный ящик. И там будут храниться и использоваться в первую очередь. Ну а в целом, лук шитана, я считаю, выглядит вполне достойно. И последняя грядочка лука из магазинного севка. Это сорт фиолетового лука или красного, как говорят огородники, кармен. Это широко известный сорт. Выращиваем его не первый раз. И вот в этом сезоне лучок вырос неплохо. Луковки сформировались хорошо. И даже по размеру, хотя и не на много, но все-таки опережает лук Штутгарт энд Ризен и шитана. То есть луковицы немного более крупные. Это, конечно, очень хорошо. Вот такие вот есть луковки. К сожалению, попадаются луковицы тоже поврежденной гнилью. Точно так же откладываем их в сторону и будем использовать в первую очередь. Останется еще лук, который выращиваем из семян. И лук из семян на севок. Их пока сегодня не убираем. Вот теперь можно подвести итог по выращиванию лука репки в этом сезоне. Все три сорта. И Штутгарт энд Ризен, и Шетана, и сорт кармен, я считаю, выросли неплохо. В сложнейших условиях этого сезона не буду повторяться очередной раз. Луковицы завязались нормально. Есть, конечно, подпорченные. Но они будут, безусловно, использованы и не пропадут. Основной лук в хорошем состоянии. После просушки я считаю, он будет храниться хорошо. И повторюсь, давайте посмотрим весной, как он сохранится. Постараюсь сохранить даже до лета. Это будет ответом тем огородникам, которые говорят, что делаю все неправильно, что нельзя убирать лук. Вот с такой зеленой ботвой. Как раз в нашей местности, в таких условиях, только это и спасает лук от массового повреждения различными гнилями. Как бы то ни было, лук убран, теперь будет сохнуть. Забота о луке с плеч долой. Надеюсь, с ним будет все хорошо. Чего и пожелаю всем огородникам, хороших урожаев и лука, и других культур. Все идет своим чередом. Всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok